Есть в истории нашей страны великие даты. Одна из них – 5 декабря, День воинской славы. Именно в этот день, ровно 81 год назад, началось контрнаступление Советской армии под Москвой. Битва за Москву занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. Она отличалась особой напряженностью и огромным размахом боевых действий. Когда осенью 1941 года немецко-фашистские войска вплотную подошли к столице, решалась судьба уже не Москвы, а всей страны. В селе Иславское состоялось ежегодное мероприятие «Рассвет Победы», посвященное началу контрнаступления советских войск в битве под Москвой. То, что было сделано в эти дни, более чем 80 лет назад, очень трудно нам сейчас оценить, как это все было сложно, тяжело, невозможно. Но, тем не менее, было сделано то, что этот тяжелейший, сложнейший враг был повержен здесь, под Москвой. В ходе мероприятия присутствующие торжественно возложили цветы к мемориалу Великой Отечественной войны. Жители и гости села Иславское погрузились в историю. У них на глазах прошла реконструкция боевого эпизода 1941 года. Выбор его проведения не случайный. Именно здесь, в первый год войны, сосредотачивались наши войска для удара по противнику. После войны 1945 года всегда собирались у памятников и чтили память наших великих героев. В том числе и здесь, в селе Иславское. Здесь захоронение тех, кто погиб, защищая вот это село и Москву. Здесь памятник и тем, кто ушел и не вернулся. Это памятные места, которые мы чтили всю свою жизнь, понимая, что та победа стоила очень дорого. В ходе работ обнаружены и достойно захоронены останки 17 советских воинов. Кроме того, в ходе сводной экспозиции в поселке Микулино Латашинского городского округа обнаружены ямы с останками гражданского населения, уничтоженного фашистами после захвата Микулинской больницы. 101 человек. Обнаружен один солдатский смертный медальон. Номерных наград одна штука, подписанных именных вещей три. Несмотря на мороз, почтить память погибших в столь значимый день съехались жители со всего Одинцовского округа. По традиции, для гостей были организованы народные гуляния, тематические выставки, работала полевая кухня. Елена Краева, телекомпания Одинцова.